Хлопай, поехали! Будьте здоровы! Здравствуйте, коллеги! Садоводы, огородники, дачники! Сегодня мы поговорим про органическое земледелие. Конечно же, абсолютно все можно купить в магазине. Ягоды, фрукты, зелень, овощи, абсолютно любые в любое время года. Но чем это для нас опасно? Все эти продукты в той или иной степени содержат остаточные пестициды. Да, это действительно так. Что такое пестициды? Это фунгициды, которые применяют для борьбы с болезнями растений. Это инсектициды, которые используют для уничтожения вредителей наших растений. В своем саду мы можем вырастить все сами. С минимальным использованием всевозможной химии и максимум пользой для себя, своих детей, своих родных. Да можем вырастить еще столько, чтобы заморозить и сохранить практически на год. Что самое основное в органическом земледелии? Это повышение иммунитета растения, чтобы растение само справлялось с болезнями, вредителями. Само практически добывало из земли питание для себя. Может быть оно будет не таким красивым, как продают в магазинах. Но мы четко будем знать, уверены абсолютно, что это будет полезный продукт. Сейчас про обработки я говорить не буду. Давайте поговорим про питание. Лагерь садоводов-огородников разделился практически на две группировки. Одни за минеральные удобрения, вторые за органическое. Я за то и другое. Минеральные удобрения – штука хорошая. Они концентрированные. Минералку можно использовать водорастворимую в обработке растений и питании их по листу. Работают они очень быстро, качественно. Там абсолютно полный комплекс микро- и макроэлементов, которые нужно растениям. Одна только проблема, что мы бездумно этим пользуемся. Если вы превысите дозировку, вы сожжете ваше растение. Если вы внесете избыточное количество в почву, то вы можете тормознуть очень важные процессы внутри самого растения и в почве тоже. Почва от переизбытка минеральных удобрений закисляется. Начинают развиваться патогенные микрофлоры в этой среде. А полезные бактерии, которые жили до этого, до внесения в переизбытка вашей минералки, просто перестанут в ней существовать. Нужно, можно пользоваться минеральными удобрениями, но очень-очень вдумчиво. Совсем хорошо, если вы будете применять вот эти скородействующие минеральные удобрения в комплексе с органическими. А совсем уж хорошо, если используете только органику. Органических удобрений очень много. Это навоз совершенно разный. Коровий, но обязательно перепревший, потому что в нем большое количество патогенной микрофлоры. Это конский, птичий, кроличий компост. Штука замечательная, но для этого нужны компостные ящики. И делать его нужно самим с пониманием процесса. Зола нужно сжечь, собрать, сохранить. Что у нас еще есть? Сено, солома, которым можно мульчировать почву. Перепревшая конская подстилка. Это вообще, я просто пою и дифирамбы. Это удивительная штука, классная. Работает на все 100%. Кормит почву, кормит микрофлору вашей почвы, грибы, червяков. Замечательный процесс. Но всего этого очень много. Это занимает огромный объем. Если у вас маленький участок, и вы являетесь просто дачником, который приезжает на выходные, нужно искать другой вариант. Можно приобрести уже готовый продукт. Органические удобрения. Они есть совершенно разные, но лучше брать у нормальных проверенных производителей. Сейчас существует такая система, которая называется Меркурий. Которая отслеживает у этих производителей, у правильных производителей, всю цепочку от производства сырья, транспортировки, упаковки, переработки, до момента, как этот продукт приходит в магазины. Здесь есть гарантия, что используется незараженный, качественный продукт. И вы его можете принести себе в сад и применить. Органические удобрения могут включать в себя абсолютно все. Я сейчас буду называть, а вы просто слушайте. Многие знакомы с этим. Сапропель, биогумус, жмых, горчичный, льняной, подсолнечник. Это может быть тоже зола. Это может быть мука кровяная, рыбная, костная в любом виде. Изобилие. Просто сейчас изобилие на рынке. Вы должны для себя самих выбрать, чем хотите пользоваться, какая ценовая политика и что действительно работает. Важный нюанс. Минеральные удобрения нужно вносить по листу в землю, только когда у нас положительные температуры, когда почва прогрелась до 14-15 градусов. В противном случае все это не сработает. А вот органику можно вносить практически в любое время. Осенью, весной, летом. Органика очень долго разлагается. Она кормит не просто ваши растения, она кормит почву. Она кормит микрофлору, грибы, бактерии, которые в ней живут. Она кормит червячков, которые в ней гуляют, создают биогумус, идеальное удобрение для растений. Так что с органикой, с органическими удобрениями можно работать всегда. Ну, практически всегда. Мы не будем ее вносить в мороз. А вот минеральные удобрения только летом. Мы сейчас с вами будем кормить клубнику удобрением, которое можно купить в магазинах. Это удобрение органическое. Оно не только кормит, оно меняет структуру почвы, оно улучшает ее плодородие. Удобрение в себя включает залу, жмых подсолнечника, который содержит практически всю таблицу Менделеева, полезных веществ, плюс протеины, плюс витамины группы В, жмых горчицы. Горчица работает не только на питание растений, на улучшение структуры почвы, но она еще и борется с патогенной микрофлорой. То есть практически это биологический фунгицид. Здесь еще есть мука кровяная, рыбная, которые питают очень долго, практически весь сезон ваши растения. Как применять удобрение? Можно его пол, 500 грамм развести в 10 литрах воды, дать 24 часа настояться и под каждый ваш кустик подлить стаканчик. Можно взять 2 столовых ложки и в почву неглубоко заделать это удобрение. И будет работать точно так же. Один раз сделал и больше никакой головной боли, чем мне это нравится. Хранится хорошо без запаха, потому что если покупать рыбную, костную, кровяную муку в магазинах отдельно, скорее всего в магазинах даже ее не продают, где-то на рынках, где продается корма для животных, запах от нее ужасный. Если это продается вот в таких герметичных упаковках, то это не пахнет. Выглядит это вот так. Это действительно очень мелкий помол, это практически мука. Как это все заделывать? Отодвигаем землю от растения, берем объем, наверное, это где-то около 2 столовых ложек, рассыпаем и обратно заделываем. Еще раз говорю, что мы здесь кормим не растения, мы кормим почву. Почва питает микроорганизмы, бактерии, грибы. Очень много органических остатков съедают червяки, а потом все это отдают нашим растениям. Так что, кому лень заниматься складированием, переработкой органики, можно все это купить в магазинах. Если вам интересна эта тема, пишите в комментариях все свои вопросы, а я попытаюсь сделать ролики, изучить, поговорить с производителями и ответить на все ваши вопросы. Подписывайтесь на канал. И пора ехать уже в сад.